Здарова всем народ, добро пожаловать в обзор игры Сакрит 3, так сказать. Для начала, с первой и второй частью вообще никак не связано. В общем-то игра, просто это название Сакрита и всё. Видимо разработчик игры заболел и делал игру, его сынишка, у которого была только максимум PS2. Для PS3 эта игра, мягко сказать, вряд ли потянет, потому что графика рисована, графики тут в принципе нет. Ну, она прикольная, локации все здесь, они узкие. Выбора, куда двигаться у вас нет, у вас есть только карта по точкам, куда вы двигаетесь. Расскажу вам небольшую историю. В своё время, я ещё в 2008-2005 году, не помню когда именно, познакомился с данным типом игр. Они, насколько я помню, были китайские. Там, да, с языком были проблемы, очень мало было на английском даже. Но прикол был в том, что в то время даже там можно было спокойно передвигаться на любую точку. Да, там была карта, ты мог передвигаться по точкам на локации, локации зачастую повторялись одними и тем же зданиями. Но ты мог развивать своё поселение, захватывать другие замки, там много было чего. Здесь же такого нет. Здесь просто у вас предоставлен вам бегальня, кликалка, которая, кстати, на компе очень жутко неудобно играть. Если у вас есть джойстик, тогда вам будет удобно. А с мышкой и клавиатурой здесь неудобно. Игра сделана, ну да, на уровне, конечно, 2008 года максимум. Я говорю, я именно в то время как раз столкнулся с такими играми. Их было много, тогда их просто был целый шквал. И было с чего выбрать, и были действительности интересные. Здесь же, я не знаю, это было сделано на тяп-ляп, на бум-бум, бахта-барахта. Я вот после своего разговора покажу вам, конечно, некоторые отрывочки. Это месиво. Также здесь ничего больше всего удивило второй уровень. Я когда начал играть, там одно и то же. То есть где-то меня маги типа обстреливали огненными шарами, там у меня вулкан обстрелил огненными шарами. Ну вот это уже повторение. То есть дальше, я так полагаю, в игре будут одни сплошные повторы. То есть опять на вас будут сверху падать камни. Там какие-то ловушки будут, ловушки здесь повторяются. Ну, ничего такого супер я не заметил, чтобы меня хоть в эту игру хоть как-то завлекло. Я пару серий потом выложу, как они зальются на YouTube. Ну, пока такой обзорчик делаю с отрывочками. Ну, приятного просмотра, всем удачи, всем пока. Ну, игра эта красная цена, вот реально 100 рублей. Вот как она со скидкой сейчас минус 75% продается. Это максимальная ее цена, которая только может быть. Это дешевая, просто старая, подобие чего-то там. И я не знаю, кто ее делал, для чего ее делали. Но... Ай, она сейчас в каком году вышла, я тебе скажу. На, 2014 год. Ну, слушайте, блин. В 2003 году интереснее игры делали, чем вот это вот подобие. Ну, кстати, здесь бывают некоторые виды красивые, кстати. Так что смотрите. Всем удачи и приятного просмотра. Так же, перед началом просмотра, хотел вам пояснить. Здесь есть некоторая прокачка, так называемая. Есть лавка, в которой вы можете купить зелье. Ну, прокачка здесь скиллов. Ну, слушай, ну... Она убогая, честно тебе скажу. То есть тебе надо там определенный уровень сделать, определенный... Пройти то, пройти сё. По поводу карты, кстати говоря. Так, я тебе покажу. То есть по карте вы не можете спокойно двигаться, свободно. Но есть какие-то отголоски, куда вы можете пройти. Игра на любителя. Но... Не, ну хотя сейчас цена со скидкой, конечно, соответствует ей. Но нет, это... Есть игры, говорю, такого рода намного интереснее. Потом, когда будет время, поищу их, вам покажу. Они вряд ли будут на русском, даже вряд ли будут на английском. Но они были интереснее. Это я точно помню. Э, графика. Ну да, в принципе, была такая же. Отлично. Претит, дай им правильная собака. Ну да, мы не дали. Поэтому... Волканов just erupted? Но... То лава не будет вас. То есть у детей, будет. КОНЕ. О, что это? ЭТОЕКТАККИ?